Всем привет! Сегодня внеплановое видео, в котором я еще раз хочу поднять тему тренировочных зон по чистоте сердечных сокращений и также по мощности. В целом это видео для ребят, которых я тренирую, но те, кто до конца не разобрался с этим вопросом, также могут посмотреть и что-то для себя интересное найти. На своем канале я выкладывал два достаточно подробных видео про зоны ЧСС и также про зоны мощности в велоспорте. Но тем не менее, многие продолжают тренироваться не совсем корректно, где-то завышают мощность, где-то наоборот не дорабатывают. Я переосмыслил и решил немножко по-другому, с другой стороны, зайти и объяснить данные вопросы. Итак, снова рассмотрим семизонную модель, которая приемлема для велоспорта и здесь можно рассматривать как вопросы по мощности, так и по чистоте сердечных сокращений. Разница лишь в том, что с первой по четвертую зону в целом зоны совпадают, но далее пятая зона по мощности у нас разделяется на несколько зон. Это может быть 5А, 5Б, 5С, либо продолжение 5, 6, 7. Но если смотреть на частоту сердечных сокращений, то, как правило, это пятая, все, что выше порога. В этом видео я буду рассматривать тренировочные зоны с точки зрения субъективных усилий и будем оценивать их по 10-бальной шкале от 1, самая легкая и 10, самая тяжелая, и также по времени, в который можно проводить данные тренировочные зоны. Итак, первая зона и эта зона предназначена для восстановления и в целом это аналог пешей прогулки, когда вы особо не напрягаетесь и чисто гипотетически вы можете так ходить, либо ездить на велосипеде бесконечно долго. Пульс минимально низкий и воспринимается эта нагрузка на 1-2 по 10-бальной шкале. Данная зона обычно применяется в самом начале тренировки, это примерно 5 минут разминки, далее уже мощность увеличивается и также в самом конце тренировки, если есть какая-то закатка, также она может быть 5-10 минут. Также первая зона применяется, если выкручиваем какие-то сложные интервалы и нужно полноценно восстановиться между интервалами, чтобы набрать силы и также мощно включиться на следующем очередном рабочем интервале. Вторая зона это зона выносливости, основная рабочая зона, в которой мы накатываем достаточно большой объем и это практически все тренировки вне дней отдыха и вне дней интервалов. Воспринимаемые ощущения примерно на 2-3 по 10-бальной шкале и опять же гипотетически в данной зоне можно проводить очень большое количество времени вплоть до дня, если рассматриваем какой-то велотуризм, то можно целыми днями кататься. Основное энергообеспечение здесь происходит за счет жиров и как правило чаще лимитирует просто уже общая утомляемость. Помимо обычных поездок во второй зоне, также во вторую зону можно иногда встретить между интервалами, например, если интервалы не очень интенсивные, небольшие какие-то ускорения. И также для поддержания общей выносливости между данными интервалами можно делать отрезки во второй зоне. Но, еще раз повторюсь, если отрезки действительно сложные, то между интервалами нужно ездить в первой зоне, чтобы полностью перезагрузиться. Потому что если недовосстановиться, то очередной сложный интервал будешь недокручивать мощность и значит вся суть задания теряется. Следующая зона номер 3 и воспринимается она примерно на 4-5 по 10-ти бальной шкале. Дыхание учащается, мы переходим аэробный порог. Об этом я более подробно рассказывал в своих предыдущих видео. И в целом данную нагрузку можно по времени выполнять примерно от полутора часов и до 3-4-5 в зависимости от уровня гонщика. Иногда я встречаю такое, когда даю относительно простые задания, например, 5 раз по 3-4 минуты в третьей зоне. И ученик говорит, что ему тяжело заходит уже третий-четвертый интервал. По определению такого не должно быть. Когда вы выкручиваете интервалы в третьей зоне, держите в голове, что в целом такую мощность вы можете держать как минимум полтора часа, а то и больше. То есть, если взять какую-то целевую мощность интервала, то вы ее можете крутить 10, 15, 20. Мышечное напряжение, естественно, будет потихоньку нарастать. Но если это переносит на гоночные условия, то так в целом можно кататься часами. Для наглядности я все время привожу свой забег марафона, который я пробежал немного быстрее 3-х часов. Но вот возьмем 3 часа. И пробежал я его на пульсе 185. Сначала забега был пульс немножко поменьше, в конце немножко побольше. Но суть в том, что весь этот забег был ниже порога. 3 часа, третья зона. Порог на тот момент у меня был примерно 190. Ну так вот, если это была бы не третья зона, а какая-то более высокая, просто несколько часов бы так не смог продержать. Поэтому, еще раз, если стоит задача крутить интервалы в третьей зоне, то это значит, что есть уже определенное мышечное напряжение, аэробный порог немножко превышаем, дыхание учащается и так можно крутить достаточно долго. При этом эта интенсивность ниже, чем пороговая. Также здесь следует выделить зону свит-спота. В зарубежной литературе, либо у зарубежных блогеров можно услышать такое понятие, как steady state. То есть это устойчивое состояние, когда лактат определенный уровень набирает, и при этом вы можете достаточно комфортно еще какое-то время работать. Также это может быть час, полтора, два. Но если вы еще немного прибавляете, то доходите до порога. И тогда уровень лактата начинает стремительно увеличиваться, и спортсмен вынужден сбавлять обороты. В целом для относительно опытного спортсмена тренировки на свит-споте наиболее благоприятно заходят, потому что тренировочный объем суммарно можно выполнить достаточно большой. Это может быть 30-40 минут до часа, например, если мы крутим какие-то длинные отрезки по 10, по 15, по 20 минут. При этом не доходим до каких-то критических значений лактата и воспринимаются довольно-таки легко. И исходя из этого, можно сказать, что если переносить на гоночные условия, то так можно продержаться 2-3 числа при условии, что если спортсмен уже относительно тренирован, и у него хватает запаса по мышечной выносливости. Следующая зона номер 4. В теории подразумевается, что вы можете данную мощность держать ровно час. Это не тест ФТП, это не рам-тест, это действительно реальная мощность. По мере нарастания нагрузки будет усиливаться мышечное напряжение, лактат будет больше подниматься, и вы должны в теории ровно час продержаться. При этом для начинающих спортсменов это время немножко уменьшается, примерно 40-50 минут. Для более высококвалифицированных спортсменов, в том числе любителей, эта планка немножко повышается и могут держать и 60-70, примерно до полутора часов. Важно понимать, что пороговая нагрузка, она находится чуть-чуть ниже порога, то есть формально крутя интервалы на свитспоте, порог также тренируется. И также немножечко выше порога. Но сильно выше порога нельзя залезать. Есть люди, у которых есть предрасположенность к анаэробным нагрузкам, и они могут за достаточно даже длинный отрезок сильно превысить порог и как бы формально выполнить тренировку, но целый час в такой интенсивности они проехать не могут. В том числе мой пример. Летом, когда я нахожусь в хорошей форме, я выкручиваю интервалы по 8-10 минут. Например, могу крутить по 340-350 Вт, при этом мой ФТП примерно 300-310 Вт. Как видите, разрыв достаточно большой. Такие ваты позволяют выкручивать мой анаэробный буфер, это просто генетическая особенность. Поэтому, когда стоит задача выкручивать интервалы в 4-й зоне, после того, как вы открутили 2-3 интервал, честно себе задайте вопрос, могли бы ли вы дальше продолжать? Можете ли вы с такой интенсивностью крутить 20-30-40 минут как минимум? Если ответ, что вы уже к концу интервала начинаете на зубах выкручивать, забавляйте интенсивность. Вы взяли неверную мощность, изначально завышенную. В целом, такая нагрузка воспринимается примерно на 6-7 по 10-балльной шкале. Также надо понимать, что если человек вчера только лежал на диване, а завтра встал и начал крутить интервалы на пороговой интенсивности, то ему очень тяжело будет заходить и однозначно он будет переходить порог. Для этого и существуют переходные зоны, также, например, зона номер 3. Для тренированного человека в чистом виде третья зона не очень хорошо влияет, потому что уже мало стимула, мало стресса для развития. Но если человек только набирает форму, то как раз-таки третья зона позволяет наработать нужную выносливость, нужную мышечную выносливость, и после определенного цикла ему уже пороговая нагрузка будет гораздо более комфортно заходить. Зона номер 5 – это МПК-нагрузка, либо ВО2МАКС, если смотреть зарубежную литературу и источники. Эта нагрузка достаточно жесткая и, как правило, уже с первого, со второго интервала ощущается она достаточно тяжело. Воспринимается данная нагрузка примерно на 7-8 по 10-бальной шкале. И в целом, если выкручиваем такие отрезки, то в зависимости от индивидуальных особенностей, интервалы примерно от 3 до 8 минут. И надо понимать, что если, например, спортсмен крутит 5 по 5 минут, то его рабочий интервал по мощности немного ниже, к примеру, 320 Вт. Если, например, он крутит 7 по 3 минуты, 3 минуты интервал покороче, значит мощность можно держать повыше. Поэтому есть определенный диапазон. Но так или иначе, отрезки на МПК – это всегда выше порога. Раньше времени такие отрезки начинать не нужно. Иначе можно столкнуться с такой ситуацией, когда вы, например, крутите отрезки 6 по 4 минуты и уже 5-6 отрезок просто сил не хватает выкрутить. Поэтому перед ними должны быть определенные отрезки в 4 зоне, в 3 зоне. Также силовые отрезки на более коротких дистанциях и только потом уже сложные МПК-тренировки. Действительно, МПК-тренировки для нетренированного организма могут быть губительны и выполнить их будет действительно очень тяжело. 6-я зона и это анаэробная зона. В чистом виде при общей подготовке таких отрезков должно быть немного. Воспринимаемые ощущения на 8-9 по 10-ти бальной шкале. И по времени в целом это интервалы от 30 секунд примерно до 2-3 минут. Практически сразу уже после начала интервала лактат будет сильно шкалить. И уже даже после первой минуты, после полутора минут вы будете чувствовать, как у вас все горит. Рот наливается кислотой и значит вы работаете действительно уже в анаэробном режиме. Если после 2-3 минут вам кажется, что у вас еще остался запас какой-то силы, значит вы недостаточно мощно крутили. Важно сказать, что в большинстве случаев гонщиков-любителей ограничивает не анаэробные возможности, а именно аэробные. Но если рассматривать групповые гонки, МТБ-марафоны, где проводятся в формате групповых заездов, то эту зону обязательно нужно развивать. Потому что есть какие-то ускорения, атаки, которые как раз-таки могут длиться полминуты, минута, полторы минуты. И вы должны с высоким уровнем лактата ее выдержать, потому что потом, как правило, будет какое-то затишье. Но, еще раз повторюсь, сначала аэробная форма и потом, когда она уже действительно в порядке, мы работаем над анаэробом. Следующая и заключительная зона – это зона номер 7. Это зона чистого спринта. Представьте, что вам нужно включиться на все 100%, что вы себе можете позволить. Это будет примерно на 5-10-15 секунд, после чего будет полный отказ организма и снижение уже в шестую зону. Это и есть ваша седьмая зона – полное включение, полный спринт. Ну вот мы пробежались по зонам интенсивности, по мощности. Также необходимо иметь в виду, что есть определенная корреляция с частотой сердечных сокращений. При этом, если выкручиваем какие-то рабочие интервалы и организм уже тренированный, то на нужные ЧСС, как правило, выходят где-то уже со второго, даже бывает с третьего интервала. Не всегда на первом интервале получается разогнать. Поэтому мы смотрим и на мощность, и также на субъективные ощущения по 10-бальной шкале. При этом, повторюсь очередной раз, всегда, когда мы докручиваем интервал, держим в голове одну простую вещь. Сколько мы можем действительно так работать? Сколько продолжительности по времени? Третья зона – это значит достаточно долго, при этом это относительно интенсивно. Четвертая зона – это уже напряженная работа, и вы так сможете проработать не менее 40-50 минут. Если к 10-12 минуте вы уже начинаете упираться, пульс начинает дальше повышаться, значит вы взяли неверную интенсивность, нужно снижать нагрузку. На этом сегодня все. Надеюсь, стало чуть более понятно, и вы теперь будете более корректно выполнять свои тренировки. В конце видео я оставлю табличку-шпаргалку, которую я сам написал. За основу я взял таблицу Когана. При этом я сделал небольшие поправки с учетом своего тренировочного опыта, и также опыта ребят, которых я тренирую. В этой шпаргалке расписаны все зоны. Есть также проценты от ФТП, то есть от мощности проценты, от частоты сердечных сокращений, также проценты от максимальной частоты сердечных сокращений. Но надо понимать, что эти проценты могут немножко варьироваться в зависимости от конкретного человека. Поэтому я призываю вас смотреть на последние две графы. В основном это шкала РПЕ, шкала воспринимаемых субъективных ощущений по 10-балльной шкале. И самая последняя графа – это графа времени, то есть то, сколько вы можете действительно провести времени с конкретной интенсивностью на данной тренировке, на данных интервалах. Ну а на этом всем пока, всем спорта, всем мощных ног, и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok